В подарки ложили раньше, кто знает. Рыночные прилавки изобилуют товаром из ближайшей республики. Цена колеблется от 100 до 200 рублей за кило, в зависимости от размера плодов. Мандарины с Абхазии, с города Сухуми. Сколько они стоят? Они стоят 200 рублей килограмм. Покупатели такие цены настораживают. Если мы могли года 4 назад мандарины купить 60 рублей, 80 рублей, то сейчас они стоят 150-200 рублей. Такая колоссальная разница. Новый год еще и подорожает. А вот по словам продавцов, стоимость цитрусов по сравнению с прошлым годом не выросла. Цены мандарин поднялись? Нет, конечно. Нет? Нет, здесь сравнить с прошлым годом может быть? Я бы не сказала совершенно. Совершенно. Как есть, так есть. Это же король года. Да, мандарины всегда самые хорошие, где были в Абхазии. Привозят очень большое количество. А ближе еще к 31 декабря поднимут? Чуть-чуть будет. Это не от нас зависит. Зависит оттуда, как будет пропускать. Потому что больше 5 килограмм не разрешают через границу перевозить. А на границе в этом году рапортуют. В России из Абхазии импортировано 11,5 тысяч тонн цитрусовых. Пресс-служба таможни сообщает, что по сравнению с прошлым годом наблюдается явное снижение товаропотока примерно в три раза. Правда, именно сейчас, в середине декабря, здесь начинается пиковый период ввоза оранжевого золота. Так только за последние выходные на таможенном посту оформлено более 600 тонн цитрусовых. К слову, кто-то ездит за мандаринами прямо к приграничной ярмарке на Псоу. Но все же большинство горожан за ними ходят на рынки и торговые ряды. К слову, нам удалось найти в самом центре Сочи мандарины, стоимость которых сейчас, за две недели до Нового года, составляет от 50 до 100 рублей за килограмм. При этом покупатели пока больше присматриваются к товару, чем приобретают. Мандарины – это первый слух. Ну и как шампанское. Без шампанского Нового года нет и без мандарин тоже Нового года нет. Самая главная база на столе новогодним – это, конечно, мандарины. Аромат, цвет – это вообще все новогоднее. Настроение поднимает, солнечное. И уже чувствуется, что вот-вот-вот на подходе Новый год. А те, кто стремится приблизить Новый год и уже сейчас создать праздничное настроение, готовы делиться советами по выбору цитрусов. Так как в основном все любят сладкую, поэтому я выбираю толстокожую, которая более поспелее. То есть, ну, помягче, более оранжевую. Не светло-желтую, а оранжевую. Эксперты советуют выбирать упругие на ощупь плоды без пятен на кожице. А медики рекомендуют мандарины в качестве улучшителя настроения. Запах цитрусов снижает уровень стресса и приносит чувство оптимизма. Но и спроси любого россиянина, он без сомнения ответит – мандарины в Новый год на столе быть должны непременно. И какое вообще настроение вам придают мандарины к Новому году? Ой, это наше детство, это наши все воспоминания. Поэтому самые такие, самые хорошие впечатления. Мы попытались выяснить, сколько стоят для россиян такие хорошие впечатления. Оказалось, что один из самых дорогих в стране – мандарины на Камчатке, в среднем 334 рубля. А самые дешевые – на юге России. Например, в Волгоградской области килограмм таких цитрусовых можно купить за 139 рублей. А у нас, в Краснодарском крае, приблизительно за 106. Но, как заверяют эксперты, какова бы ни была цена, новогодние традиции возьмут верх. И незадолго до праздника практически в каждой семье хоть один килограмм, да обязательно купят. Асальту Легенова, Евгений Химченко, Время новостей.